Привет, с вами Торо, вы на канале Нисанрайз, и мы продолжаем прохождение Скарлетт Нексус, и на прошлом стриме у меня даже не хватит слов, чтобы описать всё то, что там происходило, просто это было всё максимально странно, максимально непонятно, и чё вообще к чему пока совершенно не ясно. Ну а сейчас нас ждёт что-то крайне милое, пора бы отдохнуть от всего, о, кстати, у нас ещё и история гема тоже появилась, но сначала, само собой, Цугуми. Пора отвлечься, должна быть причина, должна быть причина, по которой Касана перешла на сторону Сейрана, но какой бы она ни была, того убийства ей всё равно прощать нельзя. Привет тем, кто к нам только-только присоединился, кстати, подарки у нас, ага, для неё ничего нету. Ладно, тогда история связи. Ой, Юита, прости. А почему ты извиняешься? Может, она цветочки не смогла найти? Ну, те, которые она обещала найти-то. По поводу того, белого цветка, я говорила, что поищу, но мне всё ещё не удалось выяснить название. Ну, боже, она волнуется, что она цветок найти не смогла. Да не волнуйся ты так, это же не срочно. Но спасибо, что продолжаешь его искать. Я обязательно его найду, я покажу тебе его в самом цвету, только подожди. Хорошо, я подожду, но не перенапрягайся. Займись этим, когда будет время. О, постой. Чего? Похоже, она хочет что-то сказать, но мне не стоит давить на неё. Так что подожду немного. Это, как ты себя чувствуешь в последнее время? Живот не болит? Это к чему? Э, живот? Знаешь, если так подумать, в последнее время у меня почти нет аппетита. Может, тебе стоит принять лекарство? Спасибо, так и сделаю. Но как ты узнала, что у меня что-то не так с животом? Из-за способности. А, точно. Твои глаза разума. Значит, твоя способность позволяет заглядывать внутрь моего тела? Что? Это немножко палевно. Я стараюсь не заглядывать внутрь людей, но мне сложно это контролировать. Иногда я случайно замечаю что-нибудь. Это полезная способность, но звучит немного противно. Цугуми. Тебе с ней, наверное, непросто. Ага. Прости. Мне не стоило смотреть без разрешения. Ну, ой, ужас. Господи, господи. Привет тем, кто к нам только-только присоединяется. Да ладно, не волнуйся ты так. Ты же просто увидела мои внутренние органы. Это все-таки не так смущает, как если бы ты, например, увидела меня голым. А, Серега, он сам стримы постит? Тогда ладно. Все, хорошо. Мне тогда даже спокойнее. Это немного... Юит, а кто тебе сказал, что она не видит тебя голым, когда она смотрит на тебя своим взглядом? И потом, ты ведь рассказала, потому что беспокоилась. Так что спасибо. Но... Мне все равно не стоило это вот делать. Эм, ну почему ты всегда так строга к себе? Ну, все началось очень давно, когда я была еще ребенком. Я тогда не очень хорошо обращалась со своей способностью. Я часто видела то, что не должна была. Заглядывала внутрь тел, внутрь комнат, секретов других людей. Было много того, что я хотела видеть... Того, чего я не хотела видеть. Я не знала, что это плохо. Однажды, я увидела кое-что, что прятал мой друг. Я всем рассказала. А мои друзья, все взрослые, начали меня бояться. Избегать. Все меня ненавидели. Я больше не хотела, чтобы меня ненавидели. И начала бояться говорить с кем-либо. Я всегда стараюсь не смотреть на чужие секреты и не говорить о них, но... Звучит ужасно. Да. Я поступала плохо. Так а ты тут при чем, боже? Я не имел в виду... Я имел в виду совсем не это. Ты ведь была всего лишь ребенком. Ты не могла ничего с этим поделать. Все взрослые должны были понять. Мне очень жаль, что тебе пришлось через такое пройти. Ну, это... Не все было так плохо. Правда? Звучит, если честно, ужасно. У меня не было друзей среди людей. Но мой дедушка научил меня говорить с растениями. Дедушка интересовался искусством бонсай, и очень много знал о растениях. Он научил меня, что растения... Это молчаливые друзья. Это молчаливые друзья. Это молчаливые друзья. Молчаливые друзья? Ну да. С словами они говорить не способны. Но вот формой, ветвей, или состоянием листьев. Они могут рассказать многое. А когда нам грустно, но они всегда молча поддерживают нас. Когда я это узнала, то тоже начала любить растения. Да и у них нет никаких секретов, к слову. Так что он, да? Понятно. Похоже, твой дедушка. Хороший человек. Спасибо за рассказ, Цугуми. Спасибо, что выслушал. Береги себя, Юита. Да, конечно. Значит, молчаливые друзья? Что ж, Цугуми сама часто молчит. Но она очень заботливая. Похоже, мы оба любим растения. Похоже, мы оба любим растения. И где-то на заднем фоне радуется шпинат. Эм, Юита? Да? Чего такое? Спасибо. За все. Да, конечно. И тебе тоже. О, второй уровень связи с Цугуми. Итак, что же нам это в итоге даст? Никита, привет. Пробитие оболочки и виденье страж. Ага. При активации эффекта САС, попадание в цель атакой по готовности позволяет вам пробить оболочку одной атакой. Кроме того, когда вас атакуют с определенной вероятностью, появляется Цугуми в форме виденья, блокируя атаку и нейтрализуя урон. Во. Вот эта штука, кстати, крайне полезна. Ну, а теперь мне проще с тобой общаться. Да, мне приятно это слышать от тебя. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Береги себя. А вот травы, которые помогут от боли в животе. Их нужно заварить и выпить. А, спасибо, Цугуми, ты такая хорошая. Значит, дедушка рассказал тебе и о травах? Да, он многому меня научил. И хорошее не я, а растения. Есть много других трав от боли в животе. Я потом как-нибудь еще расскажу. Береги себя. Ха-а-а-а. Так. Прости, что я их потеряла. Эм-эм. Мне правда очень жаль, что я потеряла Касаны и остальных. Но я ничего не могу поделать. Когда они используют перемещение, это так расстраивает. Да все хорошо, Цугуми. Значит, сейчас Касана должна быть сарасикой, кёкой... Сиденом и Кагера. Сколько бы я ни думал, не могу понять, зачем Касаны делать такое с моим отцом. Я тоже не понимаю. Но неужели это действительно сделала Касана? Учитывая ситуацию, все может быть не так. Давай соберем побольше информации. Юита, отдохни хоть немного. Ладно. Сообщаю. Семья Капитана Сета кремировала его. Да, просто у людей еще были сомнения на тему того, что может быть он выжил. Может быть с ним еще все хорошо. Нет. Наги убил своего Капитана. Отлично. Отлично. Ман, игра пока все радует, абсолютно все, пока для себя не нашел ни одной проблемы. Спасибо за поддержку, Гема. Это мне стоит тебя благодарить. Мы смогли доставить Сета к семье только благодаря твоей усердной работе. Мы никогда не сможем отплатить тебе в должной мере. Спасибо за отчет, Ватару, Гема. Хорошая работа. Не могу поверить, что Капитана Сета больше нет с нами. Я слышал от Юита. Капитан Сета пытался вести Наги до самого конца. Он был действительно достоин уважения. А ведь еще многому хотела у него... А я ведь хотела еще многому у него научиться. Нет. Капитан Сета не хотел бы, чтобы мы грустили. Давайте делать все, что можем, с высоко поднятыми головами. О, Кёка с нами хочет поговорить. А, командир отряда Касаны. Юита, я хочу с тобой поговорить. Можем пока забыть, кто на чьей стороне. Встретишься со мной в Мусубе? А, подожди. Подождите, у нас еще с Мусубе одна встреча. И с Сиденом. Хочу поговорить живо в Мусубе. Это достаточно важный вопрос. Чтобы я ради него связался с тобой. Так что пошевеливайся. У нас сейчас сразу четыре связи разблокировались. Ладно, хорошо. С Сугуми, допустим, мы пообщались. Дальше у нас идет Гема, который спит возле Кулира. Ну, ладно, это его, в принципе, проблемы. Его маленький уголочек. Кстати, у нас, по-моему, даже подарок для него был. Я только что доставил тело с этой его семье. И это не искупление. Ничего такого. Но я собираюсь поддерживать его родных всем, чем только смогу. Так, давай тебе что-нибудь подарим. Во! Мешок с песком. Отлично. Мешок для отработки ударов в боевых искусствах. Подвешенный к потолку. Очень тяжелый и твердый. Так что, если неосторожно ударить, можно и палец сломать. Если его раскачать, может нанести травму. Так что, лучше вешать мешок в просторной комнате. Так, гема, и куда ты его повесишь? Да, да, да. Ох, я как раз заносил свой старый и искал новый. Я и дальше буду стараться быть щитом, защищая вас всех. Ага. Куда он ее поцепит? Ну, хорошо, что не прямо на вху... А, все. Все. Блин, он не просто ее повесил. Он начал тренироваться. Мы подарили ему грушу. Он ее подвесил и сразу начал работать. Все отлично. Пойдем с ним хотя бы немного пообщаемся. Че, ты куда-то собираешься, гема? Ну, я собираюсь в гробницу Сумираги. Там похоронен один из моих друзей. Хочу почтить его память. Прости, что ухожу в такое время. Я вернусь как можно скорее. В гробницу Сумираги? Не против, если я составлю тебе компанию? Мы ни разу никуда с тобой не ходили. Но там мне нравится. А я не против. Идем? Вот на боссах способность гемы очень полезная. Главное, ей правильно пользоваться. Главное, ее правильно прожимать в нужные моменты. Гема еще не вернулся. Гема еще не вернулся. Наверное, не хочет торопиться. Когда... Наверное, не хочется торопиться, когда собираешься почтить чью-то память. Ну, возьму-ка я предсказание. Пока жду. Совместная акция с Баки вроде бы еще не закончилась. Да, мы же вроде бы как можем даже молиться этому алтарю и получать какие-нибудь бафы. Ого! Прости, что заставил ждать. Ну, че это? Предсказание? Ого! Это предсказание с брелком Баки, которого у меня еще нет. Похоже, тебе нравится этот Баки. Только посмотри, какой он милашка! Такое круглое и очаровательное личико. Такие брелочки популярны. Прости, я плохо разбираюсь в том, чем сейчас интересуется молодежь. Короче, местный поп-ит, я понял. Да, очень популярны. Про них даже в журналах иногда пишут. Настолько популярны, что один из автоматов решили поставить прямо здесь, возле гробницы Сумераги. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Мы здесь уже достаточно долго. Мне нужно было многим поделиться. Ведь я давно здесь не был. Ты говорил, что пришел сюда почтить память друга. Могу я спросить, чья могила здесь расположена? Одного из моих друзей. А еще здесь похоронены и мои родители. Изначально у моей семьи была отдельная гробница. Но я переместил их сюда, когда решил снести свою. Снести? У меня нет родственников или детей. Раз род семьи Гаррисон закончится на мне. В отдельной гробнице больше нет смысла. Но ты ведь еще сможешь завести детей в будущем. Я слышал, многие женятся после ухода из ОПИ. Уверен, многие так и делают. Но мне знакомы лишь сражения. И потом. Я могу погибнуть в бою еще до отставки. Как многие из похороненных здесь друзей. Ты еще даже не ушел в отставку, а уже думаешь об окончании жизни? Свидание с Гемой, а почему нет? Почему нет? Должно быть какое-то разнообразие. Не с одними же лалями нам на свидание ходить. Вот Гема. Почему нет? Мой реальный возраст уже перевалил за 50. Думаю, для солдат УПИ моего возраста нормально задумываться об окончании жизни. О! А ему-то уже полтинник оказывается. Серьезно? Я не думаю, что в 50 уже задумываются о таких вещах. В наше время люди уже в 20 хрустят и ломаются. Они уже в этом возрасте задумываются. И потом. Ты все еще можешь влюбиться. Никто не знает, что может случиться в будущем. Эра, привет. Единственный нормальный пейринг игры Цигуми и ГГ. Идеальная пара садовод и дерево. Да, 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 да. Я в принципе согласен. Бревной и садовод. Влюбиться? Не думаю. Хотя, признаюсь, не могу назвать такую ситуацию абсолютно невозможной. Да, вероятность есть. Когда пробуешь что-то новое, нельзя знать наверняка, что случится. А вдруг ты обнаружишь, что не стоило тратить время на то, чтобы изображать старика? Я изображаю из себя старика? Ой, прости. Ну, в конце концов, ей правда уже достаточно стар для этого дерьма. Вот об этом я и говорю. Вот эти слова, в них нет ничего хорошего. Мысли позитивно. Мы ведь дети закона. Да, Гема вообще прям ребенок закона. Самый ребенок самого закона, наверное. Так и попытайся принять своего внутреннего ребенка. Внутреннего ребенка? Каким-то образом. Даже не предлагай попинать банки на улице или поиграть с волчком. Блин, а я бы не отказался. Да не, я говорю не о том, чтобы вновь вернуться к играм древности. Я предлагаю... Последить за новыми модными трендами. Там, попыт себе купить, например. А ну, хотя, возможно, его выгонят из ОПИ тогда, но... За модными трендами? Не. Я слишком стар для этого дерьма, он хотел сказать. Но затем, все-таки, достал телефончик и скачал ТикТок, да? Кстати, один журнал, в котором писали про Баки, составил список модных ресторанов и популярных сейчас блюд. Мне хотелось бы как-нибудь туда сходить, так что, может, составишь мне компанию, когда соберусь? А, если честно. Мне это не особо интересно, но я вижу, как ты стараешься ради меня. Так что, наверное, разок можно попробовать. Отлично! Тогда постараюсь выяснить побольше. Спасибо, Гема. Тоник, привет. Нет, это мне нужно тебя благодарить. Брелок на ключи с Баки. Еще один. Угу. Сейчас мы пойдем к Кёке. Как бы. Нас ждет... Ага. Нас Кёка ждет. Уверен, тебе было скучно. Уверен, тебе со мной было скучно, но иногда так приятно пообщаться с молодежью. Это придало мне сил. Ты к себе несправедлив. Мне очень понравилось с тобой общаться. Придумал. Я буду учить тебя молодежной культуре, а ты научишь меня сражаться. Там так и хотелось добавить. Я буду учить тебя молодежной культуре, а ты меня старческой. А, да. Ну, почему бы и нет? Я не настолько стар. Если будет возможность, я могу научить тебя паре движений. Ага. Он все еще тренируется? Да, он все еще тренируется. Он на своем почетном месте. Ну, неплохую он тебе комнатку-то, да? Забахал. Так, Степа, мы больше точно никаких подарков скрафтить-то не можем. Может, еще базу немножко обустроим? Так, обменять подарки. Не, все. Это все мы уже дарили, поэтому в этом смысла нету. Ки. Ну что? Нас там ждет Кёка. К этому мышу мы пойдем позже. Он меня немножко раздражает. А вот с Кёкой я бы, наверное, пообщался. Да, едем в Мусуби. Спасибо, что пришел, Юита. Ммм, хорошо выглядишь. Странное начало диалога. Женщина. А, да, ты тоже неплохо выглядишь. Ой, да говори ты нормально. Я ведь тебе даже не начальник. И то верно. Хорошо, так о чем ты хотела со мной поговорить? Если честно, я хотела спросить тебя о Геме. Мы вместе сражались, когда он был во взводе Кёке. Теперь мы сражаемся по разную сторону баррикад. Вот мне и стало интересно, как он там. А, подождите. Типа, Гема такой, да ну, влюбляться, там все такое. В то же время, солидная милфочка зовет нас на свидание. Просто, чтобы спросить о Геме. Гема. Так что, я думаю, ты не так уже стар для всего этого дела. С Гемой вроде бы все в порядке. Но раз уж ты об этом заговорила. Иногда он действительно выглядит уставшим. Это-то меня и беспокоило. Иногда он может быть слишком серьезным и нескладным. Может, ему стоит найти хобби или что-то вроде того. Но, чтобы он думал не только о работе. Или девушку себе завести. А ты действительно заботишься о своих друзьях, Кёка. Знаешь, я даже немного завидую Геме. Было бы замечательно, если бы у меня был кто-то. Кто бы так заботился о моем благополучии? Да-да-да. Где-то плачет в уголку Цугуми. Наоми там. Понятно, понятно. Они все такие. Эх. Чё? Подружка детства, Ханаби там тоже где-то. Эх. Да-да. Пошли мы нахер. Мы шо тебе не заботимся, да, Юита? А вот теперь ты меня смущаешь. А тебе что, правда, никогда не заботился никто вроде меня? Нет, ну, вроде тебя, конечно, нет, но вообще да. Отец с братом постоянно были заняты работой. Слуги были ко мне добры, но... Кирилл, привет. Но никто никогда не приглядывал за мной с той же добротой, что и ты с тех пор, как умерла мама. Короче, Кёка, он считает... Ну, да, в принципе, сравнивать с мамой здесь, в этом смысле, это вполне приемлемо. Но не такая уж я и добрая. Просто мои друзья, сражающиеся в УПИ вместе со мной, для меня все равно, что семья. И даже когда мы далеко друг от друга, я постоянно гадаю, все ли со всеми в порядке. И, кстати, далеко не только о геме, а тебе тоже. Чего? А мне? Кстати, раз уж мы оба здесь, у тебя все в порядке. Не болеешь? Ничего там такого, не а? Эм, нет. Я был довольно занят, но сейчас я чувствую себя вполне неплохо. Так, да, ей, возможно, тоже где-то под 50, и, похоже, мы обзавелись мачехой. Так, Кёка, ты не желаешь усыновить Юита? Бери себе гему, заводи семью, у тебя приемный сын уже как бы все вот сидит. Правда? Знаешь, как бы ты ни был занят, надо кушать три раза в день, и обязательно потеплее укрываться во сне, а то простудишься. Ну точно она хочет его усыновить уже. Ах да, недавно я достал один очень хороший амулет. О, так, куда же я его засунула-то? Да не, все в порядке, тебе не нужно так беспокоиться. Да все, все, Юита, она считает тебя уже своим сыном, а себя твоей мамой. Все, забей. Мне немного неловко. Так вот, значит, как выглядит, когда мама хлопочет над уже взрослым сыном. Да, 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 да. О, правда. Жаль, конечно, ну да ладно. Как-нибудь еще поболтаем. Ага, увидимся, мама. Почему Кёка так добра ко мне? Ну, усыновить она тебя уже хочет, все понятно же. Я ведь не был в ее взводе. Да и общались мы не так уж часто. Да, семейные узы не определяют за бумажкой. Мы уже все решили, все, мы полностью все решили. Мы можем поговорить... Опять от Кёке? Ага. А, ну это ответ на старое сообщение. Я очень рада, что у нас получилось поговорить. Если ты не против, можем общаться и через сообщение. Я тоже рад. Можешь отправить... Можешь отправлять мысль граммой, когда захочешь. Прости, если поздно отвечаю. Ах, Юита, ты такой добрый. Не волнуйся об этом. Но я буду рада, если ты ответишь. Ну, а как мы можем не ответить? Типа, как будто у нас есть какой-то выбор. Ну, ладно. С Сиданом придется все-таки поговорить. Прозвучало почти как приказ. Но то, что ты со мной связался и вправду многого стоит. Уже выдвигаюсь. Оставим пока... Ах, отставим пока в сторону все случившееся и просто поговорим. Ну, давайте попробуем. Наконец-то. Я же просил не заставлять меня ждать. Вы посмотрите, какая мышь сидит. А шаль здесь нет каких-то жестов. Знаете, типа нельзя в собеседника там плюнуть, чтобы выразить свое негодование, неуважение и все такое. Нельзя его пнуть. Нельзя брать стул под него хотя бы. Как бы быстро я не пришел, ты бы все равно жаловался. И о чем ты хотел поговорить? Я вообще-то был на свидании со своей приемной мамой, по сути. Так что ты здесь явно не на первом месте по приоритетам. А я кое-что ищу. Капитан Сета ничего тебе не передавал? Не ручку ли он ищет, которую Сета выронил, когда Наги его убил? Капитан Сета? Нет. Он говорил, что хочет мне кое-что дать. Он не смог сдержать это обещание, но если он оставил свой подарок, если он оставил свой подарок где-то, я бы хотел его найти. Ля ты мышь. А, так это выходит памятная вещь. Ручка получается. Верно. Если он не передавал ничего тебе, может есть идея, где он оставил бы что-то подобное? Да, есть, на месте своей смерти. Может на базе? Но я там ничего такого не видел. А может видел, но забыл? Да не видел, говорю. Да, наверное. Я ведь даже не знаю, что это. Это должна быть небольшая коробка или сверток. Скорее всего. Просто иди и проверь базу еще раз. А не пошел бы ты нафиг? Постой. Так ты что, хочешь, чтобы я это поискал? У меня как бы на это времени нет. Тебе надо, ты ищи. У меня тоже нет времени. А ты сможешь найти ее быстрее с Микеназом. Разве не так? Значит, ты идеально подходишь для этой работы. Идеально для этой работы подошла бы Цугуми? Ну да ладно. Ведет себя, словно король отдающий приказы. Если он хочет попросить об услуге, ему стоило бы вести себя скромнее. Но если капитан Цеда действительно хотел сделать Сидену подарок, он был бы рад, если бы этот подарок до него добрался. Ладно, я поищу. Но не дуйся, если не найду. Чего? Я никогда не дуюсь. Я же не ребенок. Иди уже. Он никогда не дуется. Вернулся, значит. Нашел что-нибудь? Да. Я нашел в углу базы ящик, подписанный твоим именем. Не знаю. Или... Не знаю, его ли ты искал? Давай сюда. Боевая маска? Капитан Цеда оставил ее мне? Значит, вот каким был его подарок. Это что, открытка? Да, похоже на то. Дорогой Сидан. Прости, что не могу взять тебя в свой взвод. Я понимаю, что это ничего не исправит. Но вот небольшой подарок. В эту маску встроены особые электроды, которые помогут тебе контролировать направление своей способности. Эта маска схожа с моей, но твоя сделана на заказ. Надеюсь, она тебе понравится. Сидан, ты усерднее всех, кого я встречал в ОПИ. И я знаю, что ты станешь еще сильнее. Но перестань быть такой мышью и веди себя нормально. Так что, доверяй своей силе. Уверен, ты станешь даже лучше меня. Дорогой Сидан, ну да, правда, звучит это немножко. Как поход по автосалону. Ой, боже. Но так просто сдаваться я не собираюсь. Так что давай станем достойными соперниками. Не могу поверить, что он так высоко меня ценил. Проклятие. Я ведь так многому хотел у него научиться. А вы с капитаном Сета были хорошими друзьями. Он был единственным в ОПИ. Кто видел во мне потенциал? Он был особенным человеком. Тимуджин, привет. Привет, привет. Мне лишь недолго пришлось служить под его началом. Но я знаю, каким удивительным человеком он был. Он был спокойным, надежным и очень добрым. Ко всем. Я хочу однажды стать похожим на него. Ты бы хотел стать таким, как капитан Сета? Не говори так, как будто любой на это способен. Если бы кто-то вроде тебя мог бы стать на него похожим, я бы уже давным-давно стал бы таким, как он. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да что с тобой? Я понимаю, что ты его очень уважаешь. Но я ведь тоже стараюсь. Ты ничего не понимаешь, богатенький мальчик. Просто стараться в этом мире недостаточно. Да-да-да, я уже понимаю примерно мотивы Сидона. Че он вообще? Кто он? И что вообще происходит? Здесь, да, я в этой ситуации вижу своеобразную отсылку к первой части холодной стали легенды о героях первой части. Кто проходил эту замечательную игру, те примерно поймут, о ком я говорю. Не могу поверить, что ты надеешься достичь его уровня. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Хорошо. Тогда я не буду больше об этом говорить. Твой подарок у тебя. Так что я пошел. Эй, стой! Спасибо, что он не скажет, да? Чего тебе? Я ведь еще не поблагодарил тебя за то, что ты нашел эту маску. Молодец. А... Э... Это не бл... Это не совсем благодарность вообще-то. Вот это он считает благодарностью. Я сделал это ради капитана Сета. Понадоблюсь тебе еще? Зови. Если захочу. Да пошёл ты нахер, господи! Он напыщенный, грубый и очень неприятный человек. Но неплохой, вроде бы. Но ведь не точно. Смогу ли я увидеть его в истинном свете, если мой разум будет столь же открытым, как капитан Сета? Молодец, хороший мальчик, и похлопал по голове. Короче, я понял. Седана это типичный Азур у нас. Это вот да. Где там сообщение-то от него было? Где эта мерзкая напыщенная мышь? А, во. Ещё раз спасибо за маску. Я немного разгорячился из-за разговора Сета. Я ещё не до конца принял случившееся. То есть в глаза он нам спасибо сказать не смог, но зато в сообщении смог. Понял. Принял. Азур более добрый. Плохо ты Азура знаешь. Я понимаю. Боюсь, ты разозлишься на меня за то, что я скажу, но я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь из-за происшедшего с капитаном Сета. Я рад, что ты смог получить маску и письмо. Мне не нужна твоя жалость. Но на этот раз я постараюсь отнестись к ситуации по-другому. Прости, что доставил неприятности. А можешь не отвечать. А не очень-то и хотелось на самом деле. На самом деле не очень-то и хотелось мне тебе отвечать. Ну всё. Все связи у нас на данный момент закончились, поэтому надо бы заглянуть для начала в магазин. Надо бы скрафтить хилки. Во, средние жилехи. Вот чего-чего эта штука нам нужна. И нам нужно купить лёгкие жилехи. Всё, мы полностью затарены. Готовы к дальнейшему выдвижению по сюжету. Но отправимся мы туда после небольшого перерыва. Буквально 5 минут и мы продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok